В Бендерской крепости прошел фестиваль вина и винограда. Он стал одним из самых массовых в этом году. По предварительным подсчетам на фестиваль пришло 18 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент. Вадим Красносельский написал, людей объединяет культура. Приднестровцы умеют не только хорошо трудиться, но и с душой отдыхать. На фестивале побывала и Александра Гашицкая. Фестиваль вина и винограда в этом году в крепости выпал на самый теплый осенний день. Синоптики обещают плюс 30 и уже сейчас в крепости много народа и к вечеру будет еще больше. У нас сегодня вино есть и глинфейн со специями. Очень вкусный, сладенький, согревающий. Мне кажется, вот сейчас самое время согреться. Да, да, сегодня хорошая погода. Все, кто приходит сегодня на фестиваль, попадают на винную аллею из Ворл-Винулы. И это совсем не та винная дорожка, про которую пишут в сводках МВД. Сегодня у этой винной аллеи совсем другой смысл. У жителей нашего края с виноградарством связано много традиций и обычаев. Виноградную лозу вышивают на скотертях и полотенцах. В лучах солнца рисуют на живописных полотнах и, конечно, посвящают ей стихи и песни. Виноградная лоза! Лидирующие страны производителей вина в мире, такие как Франция, Италия, Испания, с алкоголизмом ни у кого не ассоциируются. Хотя французы, например, достаточно много пьют. Почему так происходит? Да потому что в этих странах очень развита винная культура. Наш край тоже славится своим вином. И такие фестивали, как этот, должны продвигать правильное отношение к винной виноделию. В принципе, у нас эта культура достаточно развита, не из ряже один из брендов страны. Это Квинт. Сколько надо выпить вина, чтобы было в меру хорошо? Это от настроения, это от компании, это от общения. Вы понимаете, бывает так, что два стакана это уже много, а бывает два литра это хорошо. Если от настроения, то вот сегодня сколько нужно выпить? Я думаю, что я сегодня выпью столько, что я озвучивать не буду. Спасибо. Настолько мне приятно и интересно вот это вот общение, компания, обстановка, атмосфера. Просто великолепно. Дай бог здравии, да смесь здравии. Рядом с гигантами всегда существовали домашние виноделы. Если есть частный дом, обязательно есть виноградная арка и заветный подвальчик. И даже те, кто живет в квартирах, умудряются делать вино в гаражах или на балконах. У нас есть родительский дом, где есть приусадебный участок, где есть эти винограды. Это вот крымская Лидия, вот Лидия, Изабелла. А если я в квартире хочу вино делать? Конечно, берите 10-литровые бутыли, покупайте 10 килограмм винограда, у вас ровно получится 7 литров вина. И вы сдавите, оно перебродит, поднимется и будете пить себе вино. Это все закусочка. Это все, потому что везде вино. И у нас вино. Красивое подворье. Вкусное вино. Плывет такой запах осени, жизни и радости, и мира на земле. Поэтому очень рады. Вот чтобы вкус вина действительно почувствовать, распробовать все его оттенки. Чем нужно его закусывать? Ничем. Вином. В середине дня на стоянке у крепости уже негде было припарковаться. Это означает, что кто-то уедет с фестиваля вина точно трезвым. ГАИ предупреждает, что выпившим за руль садиться нельзя. Но и Минздрав тоже напоминает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Александра Гашицкая, Игорь Мацота, ТСВ.